Учебная квартира, как второй дом. К первому сентября в регионе свои двери откроют сразу три новых образовательных кабинета для особенных детей. Один из них во второй коррекционной школе, где обучается 150 ребят. Здесь их учат не только читать и писать, но и помогают освоить элементарные бытовые навыки. Учебная квартира оборудована для этого всем необходимым. Прихожая, кухня, гостиная, спальная комната. Наша задача научить детей жить после школы, то есть уметь обслуживать себя, как правильно застелить кровать, как постирать белье, вымыть полы, приготовить еду, как ее хранить правильно в холодильнике, как разогреть пищу, как заварить чай, пропылесосить пол, как пользоваться компьютером, как найти себя в социальных сетях и так далее. Вот этому всему мы будем обучать наших детей. В похожей квартире в коррекционной школе номер 3 еще идет ремонт. Скоро сюда привезут всю необходимую бытовую технику. Педагоги будут заниматься с ребятами по специальной программе. Каждому нужно подобрать индивидуальный подход. Особое внимание уделяется детишкам с расстройствами аутистического спектра. Педагоги постарались сделать учебную квартиру максимально похожей на дом, чтобы дети чувствовали себя защищенными. Здесь появятся детские вещи с родителями, мы уже говорили. Каждый ребенок принесет из дома свою какую-то важную вещь для него, именно для него. Мы хотим, чтобы вот эта квартира, этот класс учебный был для них вторым домом, чтобы они знали, что сюда можно прийти. Здесь можно найти свою, ну не знаю, игрушку, книжку, кто что захочет. Самое дорогое в квартирах – бытовая техника. Средства на ее приобретение выделил фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Федеральный грант в размере 10 миллионов рублей, который выиграла Ивановская область, потратят также на повышение квалификации педагогов, которые работают с особенными детьми. По данным Департамента здравоохранения Ивановской области, в настоящее время 115 детей школьного возраста имеют такой диагноз – аутизм. И 75% из этих детей обучаются в коррекционных школах. Почему в коррекционных? Потому что именно там созданы специальные условия для обучения таких детей. Еще одна учебная квартира оборудована в Фурмановской коррекционной школе. Если раньше ребята учились социально-бытовым навыкам в простых кабинетах, то теперь это полноценные квартиры, в которых педагоги постараются создать атмосферу домашнего тепла и уюта. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.